Главу Следственного комитета с докладом сегодня принял президент Иван Наскевич в должности всего полгода. Что сделано за это время? Удалось ли повысить качество работы следователей? Кстати, теперь об этом будут судить и по количеству удовлетворенных жалоб. Также глава комитета доложил Александру Лукашенко о расследовании некоторых резонансных уголовных дел. Евгений Пустовой продолжит. Могилы они копали еще для живых людей, а уголовную пропасть вырыли для себя. В Могилеве стали исчезать люди, пропавших владельцев недвижимости, объединяли любовь к спиртному и коммунальные долги. Преступники убили шесть человек, троих от смерти спасли столичные сыщики. Следственный комитет – одна из самых молодых правоохранительных структур Беларуси, но занимается самыми резонансными уголовными делами. За работой СК следит лично президент. Накануне Александр Лукашенко встречался с председателем Верховного суда, а сегодня разговор с главой следственного ведомства. Точка зрения суда, руководителя суда важна. Валентин Олегович – объективный человек. И все-таки уровень работы следователя, вы как бывший прокурор знаете, прежде всего виден в суде. Он мне рассказывал много о работе следственных подразделений после реформирования. Но, если кратко говорить, есть над чем работать. Местами много работы. Президент – инициатор создания Следственного комитета. Опыт других стран показал, это самый верный подход. По итогам работы СК судят о деятельности всей власти. Президент и следователи на стороне народа. Те, кто пытался жировать за счет жировок, уже наказаны. Об итогах январского наведения порядка в сфере ЖКХ говорят в кабинете президента, а затем в пресс-центре Дворца независимости. Уголовное дело в отношении шести человек, которые являются служащими системой ЖКХ, закончено. Им предъявлено обвинение троим человеком по служебной халатности и троим человеком в злоупотреблении служебными полномочиями. В доход государства следователи вернули более 800 миллионов рублей. Позиция главы ведомства в возмещении материального ущерба – одна из важных задач в работе сыщиков. Иван Носкевич в должности полгода. Но уже завершена оптимизация ведомства и создана новая типовая структура. Негромоздкая и эффективная. Требование президента – оптимизации быть, но только не в ущерб людям. Людей обижать тоже не надо. Все-таки это лучшие люди, следователь есть следователь. Поэтому обижать их не надо. Возможно, кто-то на другую работу хочет. Возможно, кто-то уже отслужил. Ну, возможно, уже устал. Но надо расставаться с людьми по добру, как Беларусь скажет, и красиво. Еще одна тема – международное сотрудничество. Отсутствие границ в союзном государстве должно быть на руку не преступникам, а правоохранительным органам. Поручение Александра Лукашенко о совместной работе следователей Беларуси и России рассмотрят уже в этом месяце. Предполагается заседание совместных коллег, которое будет способствовать не только развитию наших внешних связей, но и принятию мер по раскрытию и расследованию преступлений. Будет ратифицировано соглашение о создании совместных оперативно-следственных групп стран-участников СНГ. Президент на должность председателя СК выбрал опытного сыщика из региона. Его принципиальности и порядочности убедились многие столичные чины с большими звездами. Уголовные дела следователи возбуждают не глядя на должности и капиталы, а в самом ведомстве руководствуется только законом. Это и ваш авторитет, и мой авторитет, и это вообще польза для страны. Мне информируют, и у некоторых чешутся руки как-то влиять на следственные комитеты, а некоторые желают, так знаете, управлять по-старому, переподчинить, подчинить себе следователей и руководителя следственного комитета. Внёс предложение председателя КГБ, министр внутренних дел, хорошо, изучаем, подходит, принимаем, нет, значит, не принимаем. Никакого не должно быть воздействия на следователя. Он должен быть, действуя в рамках закона, абсолютно независимым человеком. Следственный комитет напрямую подчиняется президенту, но его деятельность оценивают все белорусы. Есть 32 критерия эффективности СК. Учитывается даже количество оправданных жалоб на действия сыщиков. И немаловажно, теперь о работе белорусских следователей будут судить по общественному мнению.